По некоторым прогнозам, к 2050 году половина населения Земли будут близорукими, а примерно миллиард слепыми. Почему и как избежать такого мрачного прогноза? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Паниченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Доктор медицинских наук Андрей Золотарев, хорошо известный, я думаю, всем нашим зрителям. Это главный врач больницы Ярошевского. Это заведующий кафедрой офтальмологии Самарского государственного медицинского университета. Это главный внештатный специалист, главный офтальмолог Минздрава Самарской области. Ну вот, почти все перечислила, да, здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Сегодня речь пойдет, ну, уже понятно, что, да, о проблемах зрения, о глазных болезнях. Андрей Владимирович, вот по статистике Минздрава нашла такую, что 20 миллионов россиян, то есть получается, что каждый седьмой имеет проблему со зрением. И будто бы лет 15 назад таких проблем не было. То есть прогрессирует вот эта вот статистика. Так ли это и почему? Ну, в значительной мере так. Заболеваемость с глазными болезнями растет. Мы это видим по отчетам год от года. Не всеми заболеваниями, как бы, в одинаковой степени. Но заболеваемость увеличивается. Это и глаукомы, и катаракты, и заболевания сетчатки. Но первое место занимают, к счастью, достаточно легкие заболевания. То есть воспаление слизистой оболочки глаза. Конъюнктивиты вызваны разными причинами, там, будь то вирусами или микробами. И нарушение рефракции. То есть различные проблемы, требующие оптической коррекции. Это основные заболевания. А можете как-то проагнозировать все-таки, почему идет рост? Если говорить о нарушениях рефракции, а в первую очередь о таких состояниях, как близорукость, или уже такой знакомый уже термин, как школьная близорукость, термин говорит сам за себя. Повышение зрительной нагрузки, избыточная зрительная нагрузка, несоблюдение гигиенических правил, избыточные требования к работе глаза приводят к тому, что организм начинает приспосабливаться к изменившимся условиям. И рассмотрение мелких предметов на близком расстоянии вызывает перегрузку зрительного анализатора всего. Это не только глаза. Глаз — это часть мозга, вынесенная на периферию. То есть это нагрузка и на глазное яблоко, на зрительный нерв, на кору, на зрительный отдел коры головного мозга. Все в комплексе это приводит к тому, что организм перестраивается на более комфортную работу в тех условиях, которые ему чаще всего приходится встречать. Поэтому если человек всю жизнь, несколько лет последних рассматривает что-то вблизи, особенно если это маленький экран смартфона, например, особенно если с не очень качественным экраном с большими видеопикселями, эта нагрузка приводит к тому, что организму удобнее, комфортнее, эргономичнее перестроить зрительный анализатор на работу вблизи. Но платой за это будет ухудшение зрения вдали. Возрастная близорукость растет. Растет она в первую очередь в тех условиях, в тех странах, где люди чаще и больше именно сталкиваются со зрительной нагрузкой. Ну, мне кажется, сейчас везде уже. Ну, может быть, в Африке, не знаю. Везде. В меньшей степени там как-то. Знаете, пришло сейчас что в голову, когда вы говорили про маленький экран. Мы же очень трепетно относимся к выбору солнцезащитных очков. Нам надо, чтобы была стопроцентная защита, чтобы были антибликовые покрытия. А вот, наверное, при выборе телефона тоже, наверное, стоит думать о чем-то таком, да? Ну, думать надо. Последние годы получены достаточно убедительные научные данные о том, что коротковолновая часть спектра, а именно голубые, синие, фиолетовые лучи, при большой яркости могут оказывать неблагоприятное действие на сетчатку глазу. Да и оказывают. И оказывают. Вот, поэтому яркий свет, особенно белый свет, в котором вот эта синяя часть спектра, она превалирует, он в больших дозах может обладать фототоксичностью, и поэтому от него желательно защищаться. В продвинутых смартфонах, например, несколько лет рекомендации автормологов наконец-то были учтены. Неужели? Да. И есть два режима освещения экрана, дневной и ночной. Дневной более белый, ночной более желтовато-бежевый слегка. Это очень правильно, поскольку это дает дополнительную защиту, и дополнительно это оптимизирует суточные ритмы. Потому что цвет освещения влияет на самочувствие людей. Ну, эволюционно так развивались все живые организмы. Утром свет более яркий, более белый, и это ассоциируется у всех живых существ с необходимостью взбодриться и начинать новый день. К вечеру освещение становится более желтоватым, красноватым, и это сигнализирует о необходимости готовиться ко сну. То есть я вот вечером прибавляю яркость в гаджетах, это неправильно. Но если у вас хороший гаджет, то он сам вам порекомендует немножко ее снизить и добавить слегка желтовато-коричневатый оттенок, чтобы снизить нагрузку на сетях. Андрей Владимирович, вы уже назвали две основные причины, две основные проблемы, да? Это вот конъюнктивиты, вы сказали, рефракция. Это эти проблемы касаются только нашего региона. Есть какая-то у нас специфика, вот кто у нас все-таки и чем чаще всего страдает в вашей области? Ну, у нас больших отличий от других регионов Российской Федерации и мира у нас немного. И в основном они количественные, связанные с тем, что, ну, есть такой термин заболеваемость различными болезнями, в том числе и глазными. Но она учитывается, так скажем, по обращаемости. То есть, если человек обратился с какой-то проблемой, то он в статистику входит. Если он болеет, но не обращался никуда, то он в статистику не входит. И поэтому в тех регионах, где доступность офтамологической помощи ниже, в них и заболеваемость ниже. Но это не потому, что там меньше болеют, а потому, что там просто меньше выявляют заболеваний. Ну, с другой стороны, если это заболевания такие, которые, в общем-то, не вызывают больших проблем, ну, с тем же, там, хроническим блефоритом или с конъюнктивитом, он причиняет определенные неудобства, но не заставляет человека обращаться регулярно к офтамологу. Люди, может быть, живут спокойно годами, особо-то не переживают. Поэтому от региона к региону статистика может немного меняться. У нас она отличается тем, что у нас заболеваемость на, там, 10-15-17% выше, чем в других регионах Российской Федерации. Но мы долгие годы прилагали усилия к тому, чтобы повысить доступность офтамологической помощи. Косвенно это приводит к тому, что в статистике у нас просто больше людей попадает в учет, в эти данные. Такой парадокс для меня, конечно. Вот я думала, когда готовилась к программе, у вас такая конгломерация в вашем лице, как мне показалось. Вы, с одной стороны, занимаетесь наукой, поскольку в университете и преподаете, и работаете. С другой стороны, вы занимаетесь практикой в больнице. И вот эта такая связка приводит ли она к тому, что внедряются в больницы какие-то новые технологии, ноу-хау, может быть, которые разработаны здесь у нас? Ну, это, во-первых, да. Во-вторых, это необходимо. В-третьих, очень хорошо, что это есть. И исторически, собственно, так и сложилось еще со времен Тихона Ивановича Ирошевского, поскольку он основывал не столько больницу, сколько кафедру. И вот именно под работающую кафедру, под уже хороший, под уже большой коллектив, как раз и создавалась база в виде больницы. Сейчас больница, являясь одним из крупнейших учреждений автоматологических в Российской Федерации, она является базой для кафедры автоматологии. Большое количество сотрудников больницы совмещают работу на кафедре. И, естественно, это создает тот фон, который заставляет, ну, не заставляет, способствует изучению новейших возможностей и внедрению их в нашу практику. То есть то, что вы в университете придумали, вы можете опробовать у себя непосредственно в больнице? Ну, это, если мы хотим обеспечить наивысший уровень качества медицинской помощи нашим пациентам и максимально повысить доступность, у нас просто выход другого нет. Мы это, естественно, делаем. Вот. И те результаты, которых нам удается добиваться, они были бы, конечно, немыслимы, если бы у нас не было такой солидной научной базы, если бы мы не работали совместно, единым коллективом больницы и университета. Ну, так все-таки вот какие-то региональные ноу-хау-то есть у нас? Я к вам с этой стороны все пытаюсь вас... Есть. Они есть в разных направлениях. Они есть в области организации здравоохранения. Организация здравоохранения – это та же наука. Это очень важно, конечно. Они есть и в области автомологии как прикладной науки. Они есть в области автомологии как фундаментальной науки. С чего начинаем? Начинаем с организации. Она важнее. Значит, не случайно мы во время поисков путей повышения эффективности нашей работы искали различные формы организации работы, причем не только у нас в стране, но и за рубежом. И вот уже больше 15 лет у нас работает. Мы в свое время открыли первый дневной стационар, микрохирургический дневной стационар. В первой стране? В первой стране. Поскольку тогда глазные заболевания хирургические лечились исключительно в круглосуточном стационаре, а в то время во всем мире уже большинство операций делались амбулаторно. И вот эту новую форму работает. Ну, пришлось достаточно много перелопать литературы научной, методически написать много достаточно документов. Мы организовали этот стационар и из одного из пяти больших отделений больницы он превращается сейчас чуть ли не в основной по объему. По крайней мере, на предстоящие годы у нас объем хирургии в дневном стационаре уже превышает объем хирургии в круглосуточном стационаре. Это правильно, это прогрессивно, это более эффективно, потому что лечение в дневном стационаре просто дешевле на 15-20% с тем же результатом. Может быть, даже и лучше. Мы за те же деньги территориального фонда медицинского страхования пролечиваем больше пациентов. Более высокая эффективность. Эффективность, доступность организации потребовалась и при создании мобильных автоматических комплексов. Мы с ними работаем тоже 7 лет, тоже практически. Новая форма работы тоже мы были первые в Российской Федерации. Очень эффективно, очень удобно, очень хорошо. Но именно в плане организации. Вот есть определенные ноу-хау и в плане технологий, и в плане фундаментальных исследований. Можно подробнее при желании осветить все это. Да, да, можно поговорить. Андрей Владимирович, давайте сначала со зрителями пообщаемся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. У меня вопрос. У меня очень плохое зрение, а переназоркость, естественно, собственно. Но с каждым годом увеличивается и увеличивается. То есть становится все хуже и хуже. Сейчас уже один глаз четыре с половиной, другой пять с половиной. И я очень хочу сделать важную коррекцию, но вот как-то сомневаюсь, потому что много разных информаций, говорят, что после нее бывают осложнения. И что через некоторое время в любом случае зрение снова упадет, может упасть и вернуться к тому, с чего начинали. Так ли это? Вот это прекрасный вопрос, который я тоже надеялась вам задать. Хороший вопрос. Но здесь тоже касается доназоркости. Здесь особая ситуация. Доназоркость – это, так скажем, анатомическая несоразмерность глаза. При доназоркости – это врожденное состояние. Глаз обычно чуть меньше по размеру, чем среднестатистически, а хрусталев глазу чуть больше по размеру. И вот эта несоразмерность, она, так сказать, в раннем возрасте не проявляется. Значит, становится заметно где-то лет в 20-25-30, а годам к 30-40 уже начинает проявляться очень серьезно. И может привести, помимо проблем со зрением вблизи, которые, в общем-то, решаются очками до определенных степеней. Но, помимо этого, глаз с доназоркостью всегда предрасположен к одной из форм глаукома. И поэтому врожденная доназоркость, особенно если речь идет о цифрах, о бачках, там, плюс 4, плюс 5, плюс 6 – это очень серьезные показания к осмотру у коллекционного окулиста. И не только с целью подобрать очки или сделать операцию, чтобы не было очков, но и осмотр с целью выявить, нет ли предрасположенности к закрытой угольной глаукоме. Это очень часто бывает при таких состояниях. К счастью, это легко корректируется, и современная офтермология эту проблему практически решила. Какой конкретный метод коррекции доназоркости вам выбрать, желательно будет определить после осмотра, после консультации. Современные средства это позволяют сделать. Сейчас приборы очень хорошие, высококачественные. Возможно коррекция эксимерным лазером, возможно операция по замене хрусталика. И она, несмотря на то, что она более объемная, она может быть гораздо более удобной для пациента в послеоперационном периоде. Уровень безопасности рефракционных операций сейчас, ну не знаю, я не побоюсь сказать, наверное, это самый безопасный вид хирургии из всех видов хирургии вообще. Поскольку именно вопросам безопасности последние лет 25 уделялось огромное внимание, и все, что было хоть немного небезопасным, оно все уже сейчас не применяется. А что скажете по поводу того, что через какое-то время все возвращается к истокам, и нужно снова делать коррекцию? Нет, это не так. В ряде ситуаций регресс возможен, но он каждый раз определяется конкретной ситуацией и имеет свои пути решения. Поэтому здесь рефракционная хирургия на сегодняшний день, это очень хорошо разработанная область афтермологии, с хорошо прогнозируемыми результатами, и процент каких-то проблем после операции гораздо меньше, чем при очень многих других видах хирургического лечения. На этой неделе очень активно в информационном пространстве обсуждалась новость о том, что в вашей больнице прооперировали пациента из Волгограда. Давайте сначала посмотрим сюжет, потом я расспрошу вас. Хрусталик у нас помутнил вследствие заболевания. У нас была дефта в роговице, и меняется биохимия глаза, и меняются структуры глаза. С таким повреждением глаз Андрей Криничный поступил в Самарскую областную афтермологическую больницу. Он приехал из Волгограда. Рассказывает, что проблем со зрением никогда раньше не было, ведь он бывший военнослужащий. Но все изменилось во время лечения коронавирусной инфекции. Из-за ослабленного иммунитета у Андрея появилось инфекционное заболевание глаз. Утром я проснулся, почувствовал, что что-то не то, потому что зрение пропало левого глаза. Если защитных сил организма не хватает, то вирус герпеса, который вызывает пузырьки и корочки на губах, он на роговице вызывает воспаление, причем иногда глубоко, иногда на все толщины роговицы, иногда присоединяется вторичная инфекция, иногда это приводит к перфорации, то есть просто к появлению отверстия на роговице, а это уже чревато потерей глаза. Практически в таком состоянии пациент к нам попал. Самарские медики провели действительно уникальную операцию. Помимо пересадки роговицы, пациенту заменили хрусталик. Пришлось делать одномоментно такую тройную процедуру. Это замена роговицы и удаление хрусталик с инглантацией энтропулярной линзы. Самым главным для врачей стало сохранение глаза и восстановление зрения. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию. Еще полтора года он будет регулярно наблюдаться у офтальмолога. Чувствую себя сейчас нормально. Ну не знаю, кто бы еще мог сделать такую операцию. Хороший хирург, хорошее оборудование, ответственный, внимательный к себе пациент. Действительно полученный результат нас очень обрадовал. Подобных операций по замене роговицы в больнице имени Ярошевского делают около 120 в год. И каждую шестую – жителям других регионов России. Очень хочется сразу массу вопросов по этому сюжету. Но сначала послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Перезванивайте нам, пожалуйста. Видимо, звонок сорвался. Ну, во-первых, почему из Волгограда человек приехал оперироваться к нам? Ну, несколько моментов. Ну, во-первых, банк глазных тканей еще был организован в 1973 году. Тихонович Мирошевским был первым в Российской Федерации. Потом это было организовано в Москве, потом в Петербурге, потом в Уфе. То есть, ну, как минимум, в смысле традиции и опыта, у нас опыт самый большой. Во-вторых, ну, традиционно все едут в Москву, там очереди большие. Москва-Чебоксары были, да. Вот. Большие очереди и пересадку роговицы люди ждут месяцами, годами. Но в данном случае просто неотложная ситуация. Нужно было что-то решать очень быстро. Ну, вот у нас есть на такие случаи варианты есть и длительные консервации роговицы, и свежие. Поэтому удобнее было сделать операцию у нас. Опыт как раз именно таких операций у нас достаточно большой. Поэтому, ну, мнение наших коллег, так скажем, которые рекомендовали именно нашу клинику, ну, наверное, будем их слушать. Нам самим о себе говорить будет неправильно, нескромно. Ну, мне кажется, в данной ситуации можно и говорить. Еще раз вернемся к звонку. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, добрый. У меня вот такой вопрос. В детстве родители говорили, что надо есть морковь, чтобы хорошо видеть. А сейчас везде говорят и пишут, что чернику. Так что все-таки поможет, морковь или черника? Или операция, да, спасибо большое. Да, мне тоже это очень интересно. На самом деле, очень хороший, правильный вопрос. Почему? Потому что и морковь, и черника, и еще скажу по секрету шпинат. Записывай. И болгарские перчики, да. Все необходимо. Почему? Потому что есть ряд веществ, которые для хорошей работы глаза необходимы. Но мы их в реальной жизни, вот с нашим продуктовым набором, мы их получаем слишком мало. Иными словами, мы не съедим столько черники, чтобы повысить концентрацию этих соединений в сетчатке глаза. То же самое касается там того же шпината, болгарских перцев там и всего остального. Вот на этот предмет есть специальные препараты, биологически активные добавки. Я вообще биологически активные добавки не жалую. В общем-то, к ним есть вопросы определенные. Но те, которые имеют доказанную эффективность, и мы точно знаем, что от них будет польза, имеет смысл применять. По крайней мере, то, что касается черники, в ней есть соединения, которые улучшают функцию сетчатки. Мы их назначаем в послеоперационном периоде для того, чтобы снять последствия световой нагрузки на сетчатку при операциях. То же самое касается таких препаратов, как лютуинзо и оксантин. Вот они как раз находятся в шпинате, в болгарских перцах, в желтых фруктах и овощах. Они защищают сетчатку от того самого токсичного синего света. И поэтому желательно вот этих овощей есть больше. Или если нет, то принимать различные препараты, содержащие эти вещества. Ну, бабушки, они же знали, зря говорить не будут. Вернемся к операции, про которую мы с вами говорили. Я, насколько поняла, она была сложная, длинная, долгая по времени. Но если вы говорите, что вы таких операций делаете достаточно много в течение года. То есть для вас что-то было затруднительного здесь? Или это обычная была рядовая операция? Нет, здесь было несколько серьезных аспектов. Ну, во-первых, это был пациент, перенесший недавно коронавирусную инфекцию. Все мы знаем, что, к сожалению, все это бесследно не проходит. И после перенесенного вируса достаточно долгое время человек себя ощущает не лучшим образом. Причем у разных людей по-разному. Вот у него коронавирус спровоцировал обострение герпесовирусной инфекции, которая вызвала серьезное, очень серьезное воспаление роговицы и привело к ее перфорации. Ситуация стала неотложной, срочной. Необходимо было операцию делать быстро. И это, естественно, накладывает дополнительные ограничения на работу хирурга. Обычно, когда пересадку роговицы приходится делать вот по таким, по неотложным показаниям, в спешном порядке, мы в первую очередь ведем речь о спасении глаза. Ну, в роговице глаза появляется перфорация, отверстие срочно надо закрывать. Тут уже как бы недозрение, поэтому общепринятая практика в мире быстро загерметизировать глаз, вылечить, ну, а там посмотрим, что называется, да. Вот мы стараемся делать это по возможности сразу, поскольку у нас есть свежие роговицы, есть из которых, которые можно выбрать как бы наиболее перспективные по жизнеспособности, по перспективности. Мы стараемся делать все-таки по возможности за один этап, чтобы не делать потом несколько операций. И получилось, вот пока, по крайней мере, через месяц после операции, у пациента очень хорошее зрение. Роговица прижилась полностью прозрачная зрение, очень хорошее, мы даже такого результата не ожидали. И плюс, что еще удачно Ирине Валерьевне хирургу удалось сделать, это в ходе операции очень технично, а травматично удалить помутневший хрусталик и поставить искусственный хрусталик. То есть, в принципе, этому пациенту удалось, ну, да, это заняло два часа с лишним, но удалось сделать все сразу. Мы его избавили от дополнительной операции, результат обеспечили сразу. Это, пожалуй, было из основных особенностей операции, но, в общем-то, очень удачно и хорошо. Мы вот в этой студии очень много говорили про ковид в течение года. И, честно говоря, впервые обратились к теме осложнений именно на зрение. То есть, честно говоря, не думала, что и в этом плане могут быть проблемы. А вот если коронавирус может дать осложнение на какие-то хронические моменты, моменты, которые у человека уже есть, ну, например, разбудить глоукому – это возможно? Маловероятно. В основном коронавирус сейчас известен как заболевание, нарушающее систему свертывания крови, помимо всех остальных неприятностей. И поэтому те состояния, которые сопровождаются или вызываются нарушением свертываемости, такие как, например, тромбоз веносетчатки, например, или, не знаю, химический неврит зрительного нерва, вот такие вещи, они могут возникать чаще после коронавирусной инфекции. У нас таких пациентов стало несколько больше, но, к счастью, не в разы. Мы боялись, что будет хуже. Более-менее прилично. Сейчас мы подсоберем статистику, посмотрим, посчитаем, что получается не сказать, что их стало уж очень много, но количество таких состояний несколько увеличилось. У нас, к сожалению, остается прямо буквально полторы минутки до конца эфира, и, наверное, мы с вами не успеем поговорить про профилактику. Я сейчас это к чему говорю, что вам все-таки надо прийти к нам еще раз, да, потому что тем большая и очень важная. Да. А скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что во время операции этому пациенту из Волгограда речь шла о сохранении глаза вообще. А вообще, возможно, мы когда-нибудь придем к пересадке глаза? Ну, я надеюсь, что нет, потому что еще раз, глаз как бы по всем академическим формулировкам – это часть мозга, вынесенная на периферию. Когда нам удастся присоединять к мозгу какие-то дополнительные устройства, ну вот разрабатываются системы нейроинтерфейса, может быть, может быть, пересадка глаза, пока из области фантастики. Но любая обычная быль в свое время была фантастика, а потом стала былью. Посмотрим. А отсутствие хирурга на операции? Можем мы когда-нибудь доверить этой технике? Роботизация авторомохирургии сейчас уже идет. Вот буквально пару лет назад я попробовал на выставке поработать с роботом, с офтологическим. Ну, пока достаточно криво, немножко неуклюже, но прогресс не стоит на месте. Я думаю, лет через пять, через семь это будет уже достойная, если не альтернатива, то достойная помощь хирургу. Андрей Владимирович, огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию. Вам удачи в работе. А с нашими зрителями прощаемся ровно на неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»